Ее абсурдные заявления, говорящие, что она совсем ничего не понимает в экологии и климате, не останавливают ее родителей от продвижения Гретты Тумберг в большую политику. И сейчас, похоже, такие персонажи очень востребованы на политической арене. Вдумайтесь, не совсем здоровый ребенок, не раз уже пойманный на откровенном вранье и популизме журналистами, проводит конференции с мировыми политиками, встречается с ними лично и критикует их, а главное, к ней прислушиваются. Политики, в том числе лидеры Швеции, по-прежнему отрицают угрозу изменения климата, заявила во вторник экологический активист Грета Тумберг после встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лофеном. Тумберг, приславившаяся в 2018 году, когда ее единственный протест перед зданием шведского парламента в Стокгольме из-за бездействия по борьбе с изменением климата стал глобальным движением, также раскритиковала средства массовой информации за преуменьшение серьезности кризиса. Правительство Швеции заявило о своей ведущей роли в борьбе с изменением климата, но Тумберг и ее коллеги-активисты заявили, что правительство делает все недостаточно. В комментариях встречи в Instagram Лофен сказал, что Швеция является движущей силой в усилиях Европейского Союза по борьбе с изменением климата, в то время как ее промышленность переходит к будущему без ископаемых и помогает другим странам сокращать выбросы, занавес. Хотя нет, можно еще послушать, что Грета Тумберг несет. Судя по дебатам и встречам, кажется, что мировые правительства отказались от цели регуляции планеты в полтора градуса, и мы не собираемся с этим мириться. Мы как молодое поколение. Как это выглядит сейчас, к сожалению, именно те, у кого большая платформа, не относятся серьезно к климатическому кризису и не относятся к нему как кризису таковому. Но сами они являются частью проблемы. Подумайте, если бы эти люди что-то сделали, если бы они могли взять на себя ответственность за то, что происходит, они могли бы стать такой важной частью всего решения. Нам не нравится быть плохими людьми, которым приходится рассказывать неприятные вещи. И так мы ничего не предпринимаем, потому что думаем, что это весело. Но нам не нравится быть на этой вечеринке, так сказать. Так что мы были бы очень признательны, если бы были и те другие люди, которые также осмелились высказаться и смелость почувствовать себя немного неудобно и рискнуть немного потерять свою популярность. Потому что в такой кризис, как этот, мы все должны более или менее выйти из наших зон комфорта. Эта ответственность не должна ложиться на нас, подростков, молодых людей, активистов и ученых. Потому что это не наша работа. Наша работа быть подростками и делать то, что делают подростки.